Салют, друзья! С вами, как всегда, Андрей Децент, и это Трансформеры Закалённые в бою. Мы продолжаем. Ну что, у нас тут в этот раз будет открытие кристаллов. Ой, это всегда такая, скажем так, немного нервозная тема в этой игре, по крайней мере у меня, потому что... Ну, те, кто смотрит прохождение, те, кто играет в эту игру, так сказать, знают, что тем, кто ни разу не донатил, шанс выпадения чего-либо дельного крайне низок. Но что делать? Что делать? Может быть, получится в этот раз что-нибудь. Естественно, у нас 100% будет 4-звёздочный, поскольку я накопил кристаллы в разделе миссиях особые, проходя абсолютно всё на 100%. Так сказать, тяжким, кропотливым трудом. Ну-ка, мне, так сказать, Леди Удача ни хрена не хочет ничего мне выдавать. Ну что ж, придётся взять её силой. Да. Так, ну ладно. Начинаем. Короче, у нас тут есть кристаллы рыцаря третьего яруса, второго яруса и первого яруса. Начнём, как говорится, от наименьшего к наибольшему. И посмотрим. Примерно 400 или 500 кристаллов, точно не помню. Вроде как-то так, ещё плюс докупим. Ой, ну посмотрим. Как говорится, и ура, понеслась. Не забудьте поставить палец вверх. И, может быть, коэффициент удачи вырастет. А-а-а, нехватка средств. А-а-а, открывать, я думаю, мы будем вот так вот. Сразу несколько штук, потому что мы как бы ни разу не пробовали всё это дело открывать. Вот именно вот так вот. Особенно такие кристаллы премиум и так далее. Поговаривают, что есть шанс выпадения чего-либо дельного, если открывать именно таким образом, а не воочию наблюдать, как здесь всё вращается. О-о-о! Звёздочных гарантированных. Было бы здорово. Было бы очень здорово. А-а-а-а! О-о-о! Нормально! Так. У меня эти, кстати, Этой руды для прокачки просто херово тучи. Я уже даже не знаю, куда её девать. Так, кристалл второго яруса. Ага, да открываем. Тут вот, видите, есть шанс выпадения чего-то, возможно, дельного. Открываем вот так вот. ГОВНО! Кстати, вы написали в комментариях, что для прокачки четырёхзвёздочных, там для перехода на следующий уровень, потребуются альфа-искры. Но я их как бы накопил, одного-то уж я точно смогу прокачать. И это будет просто замечательно. Ну и что, и последнее, самое такое классное. Тут есть шанс выпадения четырёхзвёздочного. И даже кому-то в моём альянсе удалось выбить четырёхзвёздочное что-то из этого кристалла рыцаря третьего яруса. Но мне, чувствую, как всегда, вряд ли что-либо выпадет. Ох, вряд ли. Ещё календарь в игре сбоит, вообще жесть! Там, короче, я, по сути, вообще, короче, как бы, не закрывая это приложение, оно у меня постоянно висит, чтобы награду собирать. А игра мне просто не и не засчитывать, прикиньте, да? Это же вообще жесть какая, как дурят-то людей. Ёлки-палки. Три в три звезды даст всем, ну вы поняли, да? Ну, а не четыре звезды. Ёлки-палки. Где четыре звезды? Кстати, в разделе миссии легенды, где там заоблачная сложность, я думаю, что единственный, кто сможет нам нормально помочь в прохождении вот этих вот миссий, которые практически невозможны, это дрифт. Всё из-за его уникальной, можно так сказать, пассивной способности, которую он обладает. Это как она там, концентрация что-то, да? Нам так или иначе придётся уворачиваться от всех ударов, абсолютно всех вражеских, а это значит, говорит о том, что если играть за дрифты, и нам это будет удаваться, то мы сможем наносить довольно приличный урон. И накладывать эффекты. Очень хорошо. Так, осколки кристаллов. Тут у меня прямо вот кристалл четырёхзвёздочного, видите, да? Осколочки накопились. Трёхзвёздочный, вы глядите, сколько трёхзвёздочных, то у нас не будет, ёлки-палки. Шесть штук аж. Так, ну что? Нет, погодите. Погодите, погодите, господи, чего тут только нету? Я чего не... Чего я тут только не накопил? И опять же, повторяю ещё раз, без доната! Вообще ни разу не донатил в этой игре, за что, видимо, до сих пор и расплачиваюсь. Посмотрим, как долго нас тут будут обманывать. Ну там это, видимо, кибертронская версия Якубовича сидит по ту сторону, да? Барабан вращает, а оттуда всякая хрень выпадает. Открываем кристаллы, смотрим. У-у-у, энергон это хорошо! Энергон это хорошо! Когда гремлочище появится у нас, мы тоже, короче, накопим. Я же ещё купил кристаллы Мегатрона, пять штук, прямо оптом. У меня тут энергона, по сути, было, наверное, практически тысяча. По крайней мере, сейчас бы уже было. Я потратил 750, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, 750... Кристаллов энергона, так сказать. Да вы гляньте сколько... Смотрите, энергончик-то, да? Энергончик прямо это... Нормально так? Вот знаете ли, плюс участие в аренах. Почему не стоит ковать ботов? Потому что нужно как можно больше отрядов на арене, чтобы больше получать эти вот очки, а из них будет больше выпадать энергон. А это вообще здесь всё, по сути. Этот энергон, это вообще всё. Ничего себе, 30 штук. Да вы гляньте, я сейчас так накоплю до гримлока, когда его введут в покупку, и я нахрен скуплю. Да я весь гиммертран скуплю, нахрен. Я просто буду куражить, да? Смотрите, уже 450, я уже могу... Если будет по 150, а они обычно по 150, я смогу прямо купить гримлока это. Мне, пожалуйста, гримлоком взвести 2 кг, да? Так, гримлок, фасованный. Смотрите, сколько энергона-то, да? Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Слушайте, я так... Так, но если нихрена не выпадет, то я как бы... А что это такое? А, у меня тут ничего и нету. То я как бы это... Не буду покупать больше кристаллов мегатрона, лучше подожду тогда, когда гримлок откроется. Энергона я это тратить не буду. Надо накопить. Так, что у нас там с кристаллами-то? Постойте. Я что, уже все что ли открыл? Да. Ну, давайте посмотрим бесплатный 4-часовой кристалл. Плюс у нас там есть еще бесплатные кристаллы, которые мы собираем с базы. И говорят, что кому-то там даже умудрился мегатрон выпасть. Ой, что я делаю? Блин! Ай, идите нахер, е-мое. А, ну понятное дело. А чего еще здесь ждать? Постоянно тостер вылетает, крабовый. Давай оптом открываем. Во-о-о-о-о-о. Ну, аптека, в принципе, нужна. Допустим. Аптечки нам нужны. Они нам пригодятся, когда откроется вторая часть спецмиссий. Потому что там, чувствую, нам придется немножечко попотеть. Хотя вряд ли. Я предыдущий прошел практически без аптечек. Или вообще без аптечек на 100%. Поэтому проблем особых не было. А у меня сейчас еще и артефакты стоят. Кристалл Альянса. Вот, вот что. Бесплатный ежедневный кристалл. По-моему... По-моему, здесь. Кому-то что-то выпало. Это что это такое? А, ну понятно. Тут и боты повалили. Но! Ликвидация усилена. Нормально. Усиление вреда. Будем хотя бы способности усилять. Наших ботов. О! Ринекс! А, кстати, у меня он как раз в дубликат, по-моему, первый выпал, да? Если я не ошибаюсь. У меня же вроде как не было. До этого. Ну и ладно. Допустим. Так, тут у нас... Так, так, так. Кристалл... А, не надо, не надо. Сюда я энергон вообще тратить не буду. Кристалл альянса. Открывай. О! Разгон! Все нормально так, да, кристальчик альянса? Нет, нет. На аренах мне прямо резко повышают шансы все это дело. Так. Теперь золотой кристалл. Но тут кроме золота, в принципе, ничего больше не будет. А что же еще здесь может быть? Кристалл искры класса второго яруса. Ну-ка. Искра нужна. Это без нее, знаете ли, очень туговато будет. Особенно с альфа искрой в игре может быть проблема. И очень трудно заработать относительно. Так. Открываем теперь яруса один. Естественно, мы все махом. Ну, нормально. Еще можно их продавать и прямо переводить так, тем самым, на ярус два. Собирая, так сказать, фрагменты. Кристалл бот одной звезды. Кристалл модификатора. Так, давайте вот. Открываем модификаторы. Ну, нормально, в принципе, пойдет. Ход рот, самурай, ликвидация, премиум кристаллы. Ой. Премиум боты. Трехзвездочные. И тут 13. Слушайте, у меня что-то дохренище премиум этих. И если тут даже из них ничего не выпадет, четырехзвездочные, я вообще с ума сойду тогда. Тут вообще все ясно будет. Окончательно, так сказать. И бесповоротно. В принципе, и так уже все ясно. Чего уж там скрывать-то. Сколько я эти кристаллы открывал, ни хрена не выпадало ни разу четырехзвездочного. У меня до сих пор нет четырехзвездочного. Но гарантированно он будет. Правда, вот кто? И хотелось бы какого-нибудь такого четырехзвездочного знатного. Я даже на этого согласилась. И на Айронхайда. У него четырехзвездочный с его-то мощной атакой. А у него атака, надо признать, вот эта вот двухзвездочная вообще имбовая. Она просто нахрен сносит врага. Не важно даже, кто там против тебя стоит. Но если будет Мегатрон четырехзвезды, это будет вообще очень замечательно. Кристалл двухзвездочного бота. Ну давайте открываем, посмотрим. Бладжин. Ага, плохой коп наш. Оптимус Прайм. Никто не уйдет. Этот у нас. Ну все способности свои усилили. И, естественно, это... Хм... Хм... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нормально, да? Так, откуда у меня премиум кинокристалл? Я его вообще, кстати, не брал. Я не понимаю, мне откуда его дали-то? Ха-ха-ха-ха-ха. Откуда он у меня взялся? Я уже что-то и не помню. Так, откуда ты кинокристалл? Че, я машинально нажал что-ли купить, когда акция вот эта вот была за Энергон? Да нет. Да что ж я делаю-то? И че? Пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап. Че она не прекращается-то? Бесконечность не принял? Смотрите, она не прекращается. Все. Там Якубун по ту сторону заклеил Кибертронский. Барабан теперь бесконечно вращается. Вы че, издеваетесь, что ли? Вы сумасшедшие, что ли? Кстати, в Альянсе писали. Писали, что открывали, короче, по-моему, в Альянсе или в общем чате. Кто-то тоже открывал кристаллы. И вот точно такая же хренаебень была. Ей богу. Они теперь так решили, да, дурить? Ну ладно, ладно. Ну че, придется перезапускать игру, я так полагаю. А че делать-то? Не смотреть же бесконечно на это. Гипнотизирующее, так сказать, воздействие руды и этих модификаторов. Ой. Ну и че? Что стало с тем... С тем кристаллом? Все, что ли? Нет кристалла? Или, или постойте, или вот это вот. Давай, открывай. По-моему, это он. О, наконец-то открылся. Елки-палки, а? Они даже это... Видимо, там, скорее всего, что-то случилось. И, наверное, хотело что-то дельное выпасть. Но там решили барабанно, так сказать, вращать до бесконечности. Пока мы тут это сознание не потеряем. Собственно. Ой, что творится? Что творится, друзья? Это же просто кошмар. Так, ну что, двухзвездочного бота? Открываем. Да получай, давай. Вот так вот, открывай. О! О, ну нормально. Пойдет. Усиленные способности плюс руда для прокачки. Куда же без нее? Так, теперь у нас тут есть трехзвездочный. Давайте вот тут вот одного откроем, трехзвездочного бота. Открывай. А, ну, опять Бонкрашер вылетел. Нет, он, конечно, классный бот. Что-что, но Бонкрашер, конечно, хороший бот. Универсальный, с одной стороны. С ним можно идти против кого угодно. Но, блин. Не могли ли что-нибудь другое выдать мне? Какое-то говно какое-то постоянно. Так, ну-ка. Пять. Так, и еще. И еще вот так вот. Все, открываем теперь махом. Скрестили пальцы. Так, трехзвездочный Бамблби. Трехзвездочный Ринекс. Этот у нас король дороги. Трехзвездочный. Опять причем. А что две штуки, я что-то не понял. Но у меня есть один, но я что-то не понял. Два. Погодите. Вы хотите сказать? Блин, да. Смотрите, получается два раза трехзвездочный этот моторомастер вылетел, да, из портала. Который, в принципе, мне нахер не всрался, потому что я его не беру толком на задание. Пока не могу для него команду подобрать элементарно. Ну, ладно, ладно. Вы заметьте, да, ничего нового не выпадает, а я уже сколько открыл. Хорошо. Премиум мод. Что у нас тут? Что за премиум мод? Кстати, надо эти премиум на эти поставить. Модификаторы. А то что-то как-то это. Как-то, да. Так, ну что? Что это такое? А, я на этот свой, господи. Так. Премиум кристалл. Премиум бота. Ну что? Открываем кристальчики премиум бота. И смотрим. Что у нас там? Будет ли что-нибудь четырехзвездочное? Опять ринок с трехзвезды, а? Опять оптимус? Да вы достали совсем. А, ну, конечно. Давайте еще. Ой, да сразу две штуки вып... О, такая блажен. Бляджен ты. Вот кто. Да слушайте, вообще-то издевательство. Они... Девять кристаллов? Махер открыл маком? Даже близ... Нового ничего нету, ребят. Вот ни хренашечки нету ничего. Хорошо, хорошо. Давайте так. Так. Коль такая ситуация. Открываем еще. Еще 15. То есть там было 9, да? И тут еще 15. Четырехзвездочного, ребята, нету. Нету. Так. О, металликатус 45. О, конечно. И что две звезды-то? Какого хера две звезды? Где четыре звезды, на которых я раньше надеялся из этих кристаллов? От двух до четырех звезд, а их нету ни хрена, да? То есть если у человека элементарно, допустим, у кого-то нет денег, чтобы продонатить в этой игре, да? Он говорит, идите вы нахуй со своими открытиями, да, вообще. Ничего вы не надеетесь получить, потому что хрена с два мы вам этот просто так дадим. И где-то там, может быть, на сайте написано, вы писали в комментариях, но такие вещи должны писать здесь, а не дурить народ и принимать за идиотов. Просто-напросто. Я, как и сказал, я из принципа донатить не буду. Потому что вот такая вот хренотень. А, ну вот, 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 да, да. Вот, видали, да? Вот, 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 о чем я и говорил. То есть всегда так, всегда вот такая хренотень происходит. И как бы ты там ни пыдился, ни надеялся на Лидию Дачу, там с бубном не плясал вокруг телефона, ни хрена не выйдет. Ха-ха-ха. Так. Так, ну опять эта рогатая мразь трехзвездочная. Ну это, ё-моё, китаянка вылетела. Пять дубликатов. Пять открытых, кристаллов открытых и пять дубликатов. Естественно. А что же еще может-то быть, а? Что же еще-то может быть? Нового ничего не жди, ничего не жди нового. Конечно. Так, я, короче, четырехзвездочного открою вообще самым последним. Ой. Давайте кристаллы ликвидации, двигаемся справа налево. Да давай, открывай. Ребята, это же, ну это, знаете ли, это вот, это я не знаю, это дурит прям так в открытую и не стесняется даже. Вообще, ни стыда, ни совести, вот самое что ни на есть. Давай, открывай, что у нас здесь? А, ну, да. Блин, а? Караул, караул, ребята, просто караул. Так, кристалл хотрода. Гарантирует бота, а вот тут вот, вот тут вот должны писать в скобочках выноску снизу, а не вот это вот то, что они, и тут вот это вот не развешивать, что тут четырехзвездочный, да, топ-призы. Приписку делать, как в самых плохих рекламах, что ставится звездочка, а снизу такое примечание. Только тем, кто продонатит. Как бы, вот и все. Давай, открывай. А, опять ты, е-мое, опять дубликатов открыто, ребят, пять дубликатов. Вы что, гоните что ли? Бля, кабуха. Ё-моё, как народ дурит, а как дурит. И главное, никто про это больше не скажет. Блин, единицы говорят только вот про это, ей-богу, а? Офигеть, ребят, да этим видосом делиться надо, это сто пудов, потому что это реально просто какой-то лютийший наёб человечество. Причём, знаете ли, в открытую, без стыда и совести, да, вообще. Кошмар, это ж как ж так-то, а? Он так прям, аж прям мерцает весь. Да опять этот тублюдок вечно появляется. Он достал меня уже. А, ещё и два ретчета засунули. Вообще замечательно. Ребята, считали, сколько я кристаллов открыл, да, с момента начала этой игры? Блин, я вообще первый, первый, так сказать, по сути, из русскоязычного, наверное, сектора, один из самых первых, если не самый первый, кто начал вообще играть в эту игру, да? Но у меня есть такое, так сказать, такое свойство играть в такие игры, которых либо нету, либо играть что-то такое, во что, в принципе, играть невозможно. У меня много есть видосов на моём канале, которые, так сказать, это подтверждают, так сказать, что-то невозможное происходит постоянно. Ну, не представляю, но периодически на моём канале. И мне за всё это время, как человеку, который больше всех в эту игру играл, нихрена не выпало четырёхзвёздочного, когда у остальных там уже выпадают... Кто донатил, кто не донатил, кто чё говорит, да? А мне просто огромная дырка от бублика. Кристалл ярости свежекупленный. Смотрим. Где Мегатрон? Нахер? Я... Конечно, классно, что... Есть этот... Мираж. Четыре звезды. Где Мегатрон? Я ради него эти кристаллы только покупал. Где Мегатрон? Мегатрон... Ребят, куда Мегатрон делся? Куда Мегатрон делся? Пять кристаллов купил. Пять кристаллов купил этого Мегатрона, а его нет ни хрена. Его просто ни хрена нету. Какая ярость. Какое... Ой, бля... Ой, ребята... То есть смотрите как Ну сейчас короче открываем 4 звездочные Это мы даже поставим повертимся Давайте Пусть вращается Я нажимать даже ничего не буду Пусть он вращается Как там написали Не нажимать ничего Когда он сам остановится Тогда может быть что-нибудь и выпадет О, ну аренхайт Это конечно нормально Аренхайт Это Что-что, а этот нам поможет Ну суки, где мегатрон мой? Куда вы его дели? Куда мегатрон делся, ребята? Это что за херня? Как, как, типа Мания величия Воплощенное зло Спешите купить кристаллы Короче, я объясняю как это работает Смотрите Для тех, кто не донатер Для тех, кто не донатер Для них вообще вся планка Ну короче, людей По самую макушку в дерьмо опускают Каким образом, так сказать Как говорится Читая между строк Ублюдок, ты не продонатил? Тогда мы тебе берем И, так сказать Если там обычный премиум кристалл От двух до четырех звезд То ты там вообще ни хрена ничего не жди Но трать свой энергон Потей, кряхти над этой игрой Там, да, проходи Все дела Но ты там ровным счетом получишь Ни хрена Как бы ты там не пытался Тут, в принципе, все, кто играют И те, кто смотрит мой видос От первой серии Когда игра еще была на английском языке И на стадии бета-тестирования закрытого Те поймут О чем я говорю Тут даже никаких доказательств не надо Тут уже все в открытую Прямо все Не жди ничего там хорошего Если ты покупаешь Какой-то особый кристалл Который Продается за энергон там, да И ты не донатер То мы у тебя убираем Топ-приз с этим персонажем И оставляем лишь Маленькую возможность Того Что ты вообще хоть что-то Четырехзвездочное получишь Это знаете, как мне выглядит? Как это все со стороны выглядит? Типа Блин, я даже не знаю Народ кряхтеет Потеет Кому-то нравится в эту игру играть Да, кто-то нравится Рекомендуют Для разработчиков Своего рода Даже кто-то Так сказать Обычные самые игроки Которые играют Могут своего рода Рекламу делать Да, этой игре Хоть ни разу и не продонатили Рассказывают своим друзьям Все дела Да Играют в нее До посинения Допустим Получают этот энергон Покупают этот кристалл А они ему Нас, сука Подавись Мразь Так, да Просто И выбрасывают Ему прям так вот Как вот Бояры вот эти Вот есть Когда Бедным крестьянам Сбрасывают Вот так вот Мелочевку Нас, сука Подавись И не пизди Там, да Вот по Собственно Вот то же самое Это и получается Как ни крути Господи Давно бы Тут бы нахер Раздонатил Задонатил бы Если хотел бы Ну блин Видишь Что тут такая Хренотень творится А я еще Когда играл Думаю Ну может быть Продонатить Но потом подумаю Посмотрю-ка Я испытаю удачу Глядишь Может быть Что-нибудь и получится Может быть Хоть какая-то Доля честности Есть по отношению К игрокам Да А нету Ни хрена Подобного А наверняка Другие Более популярные Каналы Более популярные Каналы Ребята Которые Имеют по миллион Подписчиков А это друзья Всегда Знаете Это у них За спиной Бизнес-партнеры Это не просто Там кто-то Обычно Там Маленький Школьник Или какой-нибудь Там другой Взрослый Человек Да Начал Вести Свои видосы Снимать Им всегда Дадут Премиум Аккаунты Где все Будет открыто И им Подкрутят Чтобы они Дурили Тоже Своих Подписчиков Да И призывали Зайти по ссылке Подписаться Чтобы донатили И покупали Все это Вот Если у меня Когда-нибудь Будет Там Я не знаю Хотя бы 100 тысяч Подписчиков Да Вообще И Миллион Я даже Не это Не загадываю Там Не скоро Будет Потому что Так сказать Тут нужно иметь Связи И крышу Так сказать За спиной Это у всех Так Это никому Не секрет И там Эти Базы Которые Ну так сказать Агентура Которая Раскручивает Канары Каналы Все дела У меня Вот Знаете ли Если когда будет Вот такое Количество Подписчиков Сука Я не знаю Я себя нахер Застрелю Если я буду Так вот Аудиторию Обманывать В наглую Причем Это же Ну это Ребят Ну вы сами Видите Все Вы сами Все видите Этот энергон Я вот Его Заебся Получать На этой арене Вон Смотрите Да Вон Как это Происходит Череза побед 44 15 Вот они Участвуют У меня Тут все Вот эти Энергон Я собираю И вот тут Я их тоже Собираю Выполняю Вот эти Задания Тут уже Я все Прошел Осталось Сложное И как И как Так И говорю Вообще Даже В мыслях Нет Обмануть Аудиторию У меня вообще Никогда Такой мысли Не было Вообще Ну наверняка Другие Будут Говорить Классно Там Все Да Вот Каналы Эти Все Там Ништяк Да Заходите Посылочки Снизу Еще Там Заходите И Покупайте Эту Игру Это наверняка Договор С разработчиками Чтобы Это самое Так Сказать Привлекли Новых Покупателей Потенциальных Чтобы Они Платили Деньги Да Вот Ребята Вот Она Правда Самая Неприкрытая Делайте Свои Выводы Я Считаю Что Любой Адекватный Человек Несмотря На Свой Возраст Может Какой Ни Какой Сделать Адекватный Вывод Я Не Из Тех Популярных Летсплей Обзорщиков И так Далее Которые Под Словом Школьник Подразумевает Нечто Плохое Я Считаю Что Школьник Это Человек Который Просто Учится А не Нечто Такое Неадекватное Невразумительное Как Говорится Как я Считаю И в 60 И в 80 Лет Можно Быть Полным Дураком И в 10 15 И в 7 Лет Можно Быть Нормальным Адекватным Человеком Просто С нехваткой Образования Но Плохим Это Человек Не Делает Надеется Что 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 Еще Выпадет Вы Сами Все Видели Если Кому Понравилось Можете Поставить Пальчик Вверх Поделиться Ссылочкой Так Скать Помочь Нести Правду То Как Она Есть На Продолжение следует